Добрый день! С вами даосские техники и мастер Шао. Я сегодня хочу поговорить с вами о том, что сегодня беспокоит весь мир. Весь мир беспокоит здоровье, долголетие, счастье, радость. И люди обращают внимание на разные техники, практики, и мы представляем боевые искусства. И боевые искусства сегодня могут выглядеть совсем в другой плоскости. Люди, когда называют слово «боевое искусство», у них представление о каких-то техниках, ударах, каких-то соревнованиях, медалях. Но оказывается, что боевое искусство — это может быть ещё серьёзные оздоровительные практики. И вот даосские техники позволяют вам очень просто, легко, за очень короткий период времени восстановить себе все системы, работу всех жизненно важных органов, без всяких сложных каких-то упражнений, нужно прыгать, скакать, отжиматься, самое главное — понимать методику. В методику ходят правильные движения, дыхания и работа с сознанием. Комплект — три в одном. Методик много, они направлены на разные задачи. И это может быть и работа с иммунной системой, нервной системой, кровеносной системой, дыхательной системой. Самое важное, что есть знания, вековые знания, которые нам передали мастера, монахи, различных школ, техник. И сегодня нам доступны эти древнейшие знания. Всё очень просто, всё очень легко, всё доступно. Не нужно бояться до любого уровня подготовленности. Это могут быть дети от 4 лет, это могут быть пенсионеры от 90 лет, это могут быть женщины. Не обязательно быть для этого специальную какую-то подготовку. Пришли, встали, начинаете сразу делать гимнастику, и практически одна неделя-две, и вы имеете уже результат. Что делают даосские техники? Даосские техники позволяют отпустить ум, то есть позволяют с помощью специальных техник, специальных упражнений, связанных с дыхательной системой, с медитациями. В медитации не нужно бояться. Это техники удержания внимания в каких-то зонах, местах, в каких-то состояниях. Благодаря этому позволяет наш ум успокоиться, чтобы он не суетился, не бегал, чтобы стрессовая ситуация, так сказать, была у вас под контролем. И благодаря этому человек включает вот эти все системы, и благодаря этому, так как перекат работает, и включаются обогреватели внутренние, еще такое понятие есть, обогреватели. То есть наше тело чувствует себя хорошо. Когда мы чувствуем себя хорошо? Мы чувствуем себя хорошо тогда, когда нам тепло, уютно, светло. Если, например, нам холодно, мы замерзли, то мы себя чувствуем некомфортно, медленно. Как люди обычно восстанавливают тепло в теле? Они едут на юг отдыхать, загорают, отдыхают, расслабляются, после этого приезжают и уже заново начинают работать. Так вот, есть техники, упражнения, которые даосы придумали тысячелетиями, соединяя всякие практики, ища вот эти ключевые моменты в теле человека, когда мы можем не спеша, даже находясь там в Белоруссии или на севере, восстановить тепло внутренних органов и таким образом восстановить здоровье. Я попытался сейчас в двух словах объяснить, что ничего сложного нету, все уже проверено временем и практиками, и человек способен без всяких медикаментозных средств, без всяких каких-то препаратов, без каких-то приспособлений сам себя восстанавливать. Получается, как бы мы сам себе доктор. Если человек имеет здоровье, если у него спокойствие внутри, то есть сердце спокойно, он спокоен, он хорошо себя чувствует, то у него наступает следующая фаза — радость и счастье. То есть радость, счастье, здоровье — это является ключевыми моментами в даосских практиках, которые мы предлагаем. Когда это все у нас соединено, то у нас и семья, и работа, и все в радость. И тогда это приносит нам удачу. Я бы хотел, чтобы вы попробовали, посмотрели, пришли в наши классы, дотронулись до этого искусства древнего. Практически на первом же занятии мы простыми движениями пытаемся вам сразу показать, как это работает. Как это можно услышать? С помощью методик, которые мы предлагаем, вы на первом же занятии слышите какие-то ощущения. Где-то холод, где-то покалывание, где-то мурашки побежали, вдруг на спине или там на руках стало тепло, и вы понимаете, что это работает. Тренер говорит, дышите так, стойте вот так, сделайте такое движение, и тут у вас вдруг по рукам побежали какие-то мурашки, он объясняет, это работает сердце, это печень, здесь иммунная система включилась, здесь нервная система. И когда вы ощущаете вживую, как это все соединяется, вы понимаете, что ну да, работает. Это что-то такое, что я чуть-чуть почувствовал, как бы притронулся. Мы рады вам всем открыты, и поэтому сегодня даотские практики для мира очень доступны. Если взять, например, это даже прошлый век, не говоря уже 200-300-400 лет назад, эти техники существовали только в закрытом виде, только на юге Китая, провинции Гуанчжоу, монастыре Лафушон. Только императоры Китая и приближенные к нему имели право прикоснуться к этим тайным, секретным, интересным таким знаниям, потому что они позволяли быстро восстанавливаться и иметь, как сказать, на Востоке говорили, пилюлю бессмертия, то есть долголетия. Мастера жили по 250 лет. Да, это не фантастика, можно, так сказать, почитать даже в Википедии о таких мастерах. Всё это несложно, человек на самом деле самодостаточный, и он может, так сказать, если у него есть задача и цель, жить до бесконечности. Вопрос для чего, с какой целью и какие он выполняет задачи. Но сегодня мы дарим технику вам, всем, кто нас слушает, и открытые для того, чтобы вы начали знакомиться, меняться во всём, меняться в теле, меняться в сознании, меняться в отношениях, быть доступными. И основным ключевым моментом в этих техниках является концепция любви. И даже нанося удар, как у нас говорится на занятиях, вы передаёте свою любовь своему партнёру. Что это такое? Как это я ударил и передал любовь? Это всё объясняется на занятиях. Это философия, это именно знания, которые мы пытаемся людям преподнести. Потому что мы считаем, что на сегодняшний день люди живут как бы больше по концепции борьбы, добра, зла, соревнований, медали. Мы не думаем, что это такой путь развития человечества. Мы считаем, что путь любви, добра, счастья, радости — это именно тот путь, по которому должно в будущем развиваться всё человечество. Я хочу уделить внимание ещё тому моменту, что техники даосские, мы называем это «конфу» и «вучи», они не только для залов, не только для каких-то соревновательных или каких-то оздоровительных практик. Это техники, которые открывают вам возможность стать счастливым в семье, на работе, с друзьями, потому что в них заложена философия. То есть это правильное отношение к людям, к миру, к близким, к природе, к деревьям, к животным. Это всё закложено в философии «конфу» в «вучи». Если коснуться чуть-чуть, что такое «вучи», «вучи» — это Вселенная, это космос. «Вучи» переводится «без границ», «не имеющая границ». Вот то, что здесь находится, воздух — это «вучи», космос, звёзды — это «вучи». Всё, что нас окружает, — это «вучи». Это слово с даосских техник. Может, кто-то в других практиках или йоге, или ещё другие мастера будут по-другому называть, но понятие одно и то же. То есть всё, что нас окружает, это есть «мы». Я и природа, мы одно целое. И «мы» есть в «вучи», и то, что рядом находится в «вучи». Но понимать — это не значит осознавать. Важно открыть сознание, стать осознанным. И стать осознанным сознанием. О чём это я говорю? О том, что нужно, имея техники телесные, какие-то движения, какие-то практики, какие-то определённые «па», которые связаны с дыханием и мышлением, открыть своё сознание, чтобы ощущать себя изнутри. Если мы себя изнутри ощущаем и понимаем, кто я, я — моё предназначение, то я понимаю всё, что меня окружает. Это может быть очень тонкофилософски, и, может быть, не каждый понимает, о чём я хочу сказать, но мне хочется передать изнутри своё сердце, что наше желание дать людям, вам, через тело, то, чтобы вы поняли, кто вы и для чего живёте, и для чего нужна вам эта вся гимнастика. Занимаясь гимнастикой, вы познаёте себя. Познавая себя, вы понимаете свою задачу, предназначение. Это позволяет вам двигаться дальше. Вы знаете, кто вы — врач, преподаватель, слесарь, и вам проще. Тогда вы двигаетесь, и мир кругом вас меняется. Получается, как будто бы вы — центр Вселенной, вы понимаете вообще, для чего вы живёте. Это очень важный момент, такой философский. Многие спрашивают, за какой период я смогу это всё понять. Вы знаете, я вам скажу, что после первого же занятия вы начинаете уже изменяться. У меня на занятиях, даже после первого занятия, люди идут не в сторону двери, в сторону окна. А, то окно в дверь там. То есть у них сознание переварнулось, и они забывают, куда они заходили. В эту сторону, или в эту заходили. Потому что во время занятия мы пытаемся отключить ум. То есть мы пытаемся как бы его развернуть. Время теряется. Занятие идёт 2 часа, человеку кажется, что прошло 15 минут. Потому что практика построена таким образом, чтобы мы не думали. Мы очень много думаем, мы мыслим. Мы живём от ума. От ума живём, и мозг перегружен, он не отдыхает. Когда ему отдохнуть? Ему можно отдыхать во время занятий. Как это сделать? Сконцентрировать своё внимание, например, на дыхании. Когда внимание на дыхании, это уже медитация. Я сейчас стою, что-то делаю, но в данный момент я нахожусь в медитации, потому что моё внимание находится на каких-то связках, на каких-то сухожилиях. И в это время у меня ум отдыхает. Вы занимаетесь гимнастикой и отдыхаете одновременно. Вот это классно. Потому что люди приходят на занятия поработать, поджиматься, попотеть, хорошо позаниматься. А что это? Так необходимо? Да мы в течение дня так напрягаемся. Да я на огороде лучше по работаю и понапрягаюсь. И нам нужно приходить в зал отдыхать. И отдыхать не только телом, а ещё отдыхать умом, чтобы ум перезагружался. Как компьютер. Включили-выключили, перезагружили. О, лучше понимаю. Вот это очень важный момент в даотских практиках. Практически через 3 месяца, ну у нас такая статистика, люди включаются в процесс, в понимание методики, и они начинают изменять своё тело. Там болело, там болело, спина болела, колени болели, пришёл с этим. Через 3 месяца практически уже все уже прекрасно себя чувствуют. Ну спрашивают, сколько времени занимает эта методика. Мы говорим, от 3 до 6 месяцев. Через 6 месяцев у вас практически ничего не болит. Если мастер хочет, он может за 1-2 недели у вас полностью восстановить в специальной программе. То есть есть же групповые занятия, а есть персональные занятия. Поэтому нет предела совершенства. Самое главное, что есть в руках методики. И мы вас приглашаем в эти методики, чтобы вы поняли, что есть возможность измениться и стать лучше. Измениться не только физически, не только подкачать мышечный корсет, а укреплить связки сухожилием, а выстроить скелет, поменять сознание, поменять отношения к людям, мировоззрение поменять. И это, возможно, во многом поменяет практически вашу полностью жизнь. Я желаю вам этого. Занятие кунг-фу и вучи позволяет вам даже изменить свое отношение, видение и все, что вас окружает в семье, в работе, в бизнесе, в учебе. Это кажется странным. Я занимаюсь гимнастикой, я делаю какие-то упражнения, я какие-то делаю движения, но у меня мозг работает лучше, я лучше вижу, лучше понимаю, лучше сознаю. Это все дает вам результат на то, чтобы у вас во всех ваших областях, в которых вы находитесь в социуме, менялось отношение, и вы менялись, и все кругом вас тогда меняется. Если вы это поймете, вы будете успешным. Занятие кунг-фу вучи в спортивном зале позволяет вас изменить там, где вы находитесь в естественной среде. Это очень важно. Вам даже не обязательно приходить в спортивный зал. Для занятий необходимо один квадратный метр. Мы на занятиях не сдвигаемся с места. Мы стоим на месте и делаем специальные движения без всяких тренажеров, без всяких каких-то поиспособлений. Просто движение руками. Двигается рука. Эта мышца напряжена, это расслаблено. Сознание у меня в руке. Думаете, вдыхаете сюда. То есть очень просто, очень легко. То есть достаточно просто попробовать. То есть у меня в данный момент здесь жестко, здесь мягко, а сознание у меня находится там. И это несложно. Несложно, если вы это захотите, занимайтесь дома, занимайтесь в любом месте. Можно встать в поезде, можно в лифте, можно в доме, можно на рабочем месте. Сидите за компьютером. Упражнения для суставов, от ревматизма, для шейных позвонков, для поясничного отдела, даже не сходя с места. Для лежачих, для сидячих, для больных, для тех, которые после травм, реабилитация, для восстановления. Конфу вучи позволяет сделать для всех какие-то техники. Это доступно, это легко, ничего сложного нет. Посмотрите, что я делаю. Вот я делаю простое упражнение. Это для нормализации нервной системы. Это для улучшения работы, связок сухожилиев в области запястья и локтя. Это нервная система, это иммунная система. Если я подключаю сознание, и в данный момент я еще нахожусь в определенной области, я еще решаю вопросы с перекартом. Это включает мне дополнительную энергию. То есть очень простые упражнения, которые не нужно отжаться, попрыгать, сальто сделать. Это позволяет любому возрасту, в любом месте заниматься этой простой техникой. Техника, которую мы преподаем, называется хонгия. хонгия. Хонгия это переводится красная семья. Семья. В названии присутствует слово семья. Это техника для семьи. Папа, мама, ребенок, 4 годика, дедушка, 80 лет, все делают одни и те же упражнения. Любой возраст. Просто по-разному идет работа сознания. Ребенку не нужно расширяться или находиться в мышцах связках. Он занимается гимнастикой. Но это позволяет работать сразу всей семье. Тома вы стали, решили позаниматься и папа и мама, дедушка, бабушка, мама, даже мама беременная может позаниматься этой техникой. Это уникально. Вы представляете, что древние даосские техники, которым по 2000 лет сегодня востребованы как никогда. Мы сегодня используем то, что было создано 2000 лет назад и это доступно в нашем социуме с нашими всякими приспособлениями, гаджетами, когда в то время этого не существовало. И мы сейчас обращаем внимание на эти техники, потому что они позволяют нам дать здоровье в первую очередь. И здоровье не только себе, а всей семье. А семья это очень важно. Очень важно это здоровье семьи, здоровье рода. если у вас сильный род, то у вас радость и счастье постоянно. Спасибо, что вы были с нами. Буду рад вас всех видеть. До новых встреч. С вами мастер шахал. Спасибо.